Друзья, всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture, с вами Кира Юхтенко и мы продолжаем наши грустные новости экономики. Друзья, ну начну, пожалуй, с таких более широких новостей. Сегодня Роскомнадзор заявил, что ограничит доступ к Инстаграму за решение призывать к насилию в отношении россиян. При этом были сделаны такие важные пометки. Гражданам, которые в случае запрета Facebook и Instagram будут обходить блокировки для подключения санкций, не грозят, заявил сенатор Клишес. Ну и также интересно, что WhatsApp санкциями затронут не будет, нужно же где-то общаться. Ну и, кроме того, председатель Комитета Госдумы по информационной политике и связи господин Хинштейн заявил, что инвесторы мета не находятся в зоне риска, не будет преследований, потому что миноритарии не участвуют в управлении компанией и напрямую не влияют на ее политику. Ну и на том спасибо. Люди, которые купили мета на ИС в ВТБ, могут спать спокойно и наблюдать со стороны за котировками компаний, не боясь при этом получить какое-нибудь за это клеймо. Кроме того, друзья, вокруг YouTube тоже разгораются нешуточные страсти. В принципе, сегодня был заблокирован ряд российских YouTube-каналов, в том числе, кстати, и YouTube-канал РБК. Ну и понятно, что в целом блокировка YouTube в России – это вопрос нескольких дней. Что тут можно сказать? Ну, многие экстренно учатся пользоваться VPN, вы тоже можете это сделать. Ну и также я напоминаю, что InvestFuture продолжает работать, будем работать на других платформах. Какие это платформы? Ну, во-первых, у нас есть прекрасная группа ВКонтакте, у нас есть Telegram-каналы. Это наш основной Telegram-канал InvestFuture, это наш Telegram-канал IF News, где мы публикуем самые оперативные новости. Это Telegram-канал IF Stocks про рынок акций, IF Bonds про рынок облигаций, IF Kids про детскую финансовую грамотность. Я тут тоже вот повелась на последние тренды, завела свой личный Telegram-канал, где буду писать как бы так неофициально от души. Ну и, кроме того, у нас даже Яндекс.Дзен тоже есть, и оставлю все ссылочки в описании, чтобы вы нас не потеряли, потому что привычные каналы, да, в общем-то, самые любимые, YouTube, Instagram, я думаю, что уйдут под блокировку уже в самое ближайшее время. Друзья, сейчас информация от партнера нашего сегодняшнего выпуска. Московская биржа все еще закрыта, и если вы планируете докупать российские акции, стоит подготовить деньги для входа на рынок, чтобы не терять время на переводы. Ну а пока, чтобы деньги не лежали на брокерском счете без дела, можно разместить их в так называемое репо на денежном рынке. У большинства брокеров эта услуга доступна только для самых крупных клиентов, а вот в приложении МКБ Инвест услуга доступна от 100 тысяч рублей на счету, но при условии пополнения на 300 тысяч рублей. Репост ЦК – это основной метод краткосрочного размещения средств финансовыми организациями. Доходность здесь сопоставима со вкладами, при этом деньги всегда доступны для сделок с ценными бумагами. Это удобно. Деньги размещаются на Мосбирже на один день, а в качестве обеспечения вы получаете облигации федерального займа. Ставка начисляется ежедневно и зависит от рыночных условий. Ну вот, например, 10 марта можно было заработать до 18% годовых. Актуальную ставку можно всегда увидеть в приложении МКБ Инвест. Она обновляется ежедневно. Подключить эту опцию просто. Нужно открыть счет, зачислить 300 тысяч рублей или больше. Услуга подключается через приложение. МКБ Инвест работает без санкций со стороны зарубежных регуляторов и занимает, кстати, шестое место по объему торгов на Мосбирже в категории акций и паи. Ссылка на приложение будет в описании к видео. Акция будет проводиться до 30 апреля. Что на рынках происходит? Нефть Brent примерно 112 долларов. Сегодня была в плюсе. Пара доллар-рубль 115 долларов. Американские индексы держатся более или менее неплохо. Но у меня есть ощущение, что американский рынок как-то пока до конца не осознает того, что происходит. А происходит история нехорошая. Потому что мы видим, что по сути сейчас как бы две стороны конфликта, который расколол мир, не знаю уж напополам или нет, возможно не совсем напополам. Вот две стороны этого конфликта, ну по сути движутся в таких несколько параллельных реальностях. И пока нет понимания того, что именно экономические вопросы сейчас волнуют тех, кто принимает решения. А это, как вы понимаете, не очень хорошо. Уже все больше прогнозов относительно того, что экономика США может катиться в рецессию в самое ближайшее время. Инфляцию при этом под контроль взять не получается. ФРС будет повышать ставку 15-16 марта, скорее всего, на 25 базисных пунктов. Но этого явно будет недостаточно для того, чтобы охладить рост цен. Ну и, собственно говоря, продолжаются новые санкции, которые опять же нацелены на как бы решение политических вопросов. Но они в первую очередь бьют по экономике, бьют больно. И последствия эти мы будем расхлебывать еще, конечно, очень долго. Ну вот из последних новостей США запретили инвестиции в любой сектор экономики России. Джо Байден выступил с новым заявлением по ситуации. Заявил, что США вводят полные блокирующие санкции против членов Госдумы, руководителей подсанкционных российских банков. Также вводится запрет на импорт алкоголя, привет, Белуга, бриллиантов, икры и морепродуктов из России. Также вводится запрет на поставки в Россию предметов роскоши, автомобилей, дорогой одежды и ювелирных изделий. Но, наверное, без этого уж как-нибудь мы переживем в текущих условиях. Это даже немножко смешно. Страны G7 будут добиваться, чтобы Россия не смогла получать деньги в МВФ, Всемирном банке и других финансовых институтах. Также США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Американские власти получат полномочия запрещать своим резидентам инвестировать в любой сектор российской экономики. Я так понимаю, что инвестиции через биржу также будут заблокированы для, соответственно, американских граждан в российские активы. В России тем временем Минфин не исключил принудительный выкуп акций у резидентов недружественных стран. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Госдумы. Ну и, собственно, важное дополнение, которое сделал господин Моисеев. Единственное, что здесь нужно быть аккуратным по причине того, что у нас 17 миллионов наших граждан купили акции. И не все они купили эти акции напрямую через российских посредников, некоторые через иностранных. То есть имеется в виду, что как-то нужно понимать, что делать с теми людьми, которые, допустим, покупали бумаги через какого-нибудь IB, экзанте и так далее. Ну хорошо, что хотя бы об этом не забывают в той суматохе, которая сейчас происходит. Из хороших новостей, Банк России до 9 сентября запретил банкам брать комиссию за выдачу наличной валюты физическим лицам. Также нельзя брать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары США, если эта конвертация проводилась для последующей выдачи наличных долларов. Комиссии, которые с 9 марта банки получали при выдаче наличной валюты физическим лицам, банки должны своим клиентам вернуть. И для того, чтобы это сделать, нужно обратиться в банк с заявлением и возврат должен быть сделан в течение трех дней. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Далее еще одно важное уточнение от Банка России. Купленную у брокера валюту будет невозможно обналичить, пишут СМИ. Ну что мы здесь имеем? ЦБ разъяснил порядок конвертации в наличные валюту, которая была куплена на бирже через брокерскую компанию. Пока это невозможно в связи с ограничениями, которые были наложены на банки при работе с иностранной валютой. Цитата. Выдача наличной иностранной валюты возможна только через банки. Брокеры не вправе и никогда не имели такого права, тут все верно, выдавать иностранную валюту своим клиентам. В случае приобретения иностранной валюты через брокерский счет, клиент может получить средства только после перевода брокером этой валюты на расчетный валютный счет клиента в банке. Пока действует временный порядок операции с наличной валютой, средства в иностранной валюте, поступившие на счет после 00МСК 9 марта 2022 года, получить наличными будет невозможно. Так говорится в комментарии ЦБ. То есть получается, что если вы купили на бирже валюту или если вы, допустим, продали американские акции, да, лежит на счете валюта на брокерском, вы хотите ее вывести, то после 0000 9 марта вывести ее, соответственно, наличной валютой не получится. И сюда не распространяется вот этот лимит на 10 тысяч, потому что он действует только до 9 марта, на деньги, поступившие до 9 марта. И получается, что выводить таким образом уже с банковского счета можно будет только рубли по курсу ЦБ. Вот такие вот новости, если я, конечно, правильно интерпретировала. Если нет, то потом вернемся с какими-то поправками. Но хорошая новость, по крайней мере, в том, что валюту через брокера покупать можно. Комиссия, правда, 12%, как для физических, так и для юридических лиц. Теперь пару слов про фондовую секцию. Все гадают, когда же откроется московская биржа. И вот появляются прогнозы, что это может произойти уже 14-15 марта. Например, такой прогноз дал глава Тинькофф инвестиций Дмитрий Панченко. Ведомости также писали, что ЦБ и Мосбиржа обсуждают план поэтапного возобновления торгов ценными бумагами со следующей недели. И предполагается, что сначала могут быть открыты торги облигациями в формате дискретного аукциона. Следующим шагом может стать возобновление торгов акциями, но в определенные часы. ЦБ также планирует ограничить инструменты для торговли на фондовом рынке. Так что ждем на следующей неделе, я думаю, что много здесь новых каких-то ограничений, которых мы еще с вами пока не можем предсказать. Но и все источники сообщают, что пока никакого окончательного решения возобновления торгов на московской бирже принято не было. Ну, в общем, пока продолжаем существовать в условиях тотальной неопределенности. Готовимся к тому, что 14-15 марта постепенно может московская биржа начать оживать. Но надо понимать, что, конечно, волатильность будет бешеной. И вопрос, как быстро торги после открытия будут снова приостановлены. Ну и, кстати, по мере подготовки к открытию московской биржи все актуальнее становится наша серия эфиров, которые называются инвестиционные комитеты, которые проходят на нашей закрытой образовательной платформе ИВПлюс. У нас уже прошли эфиры про финансовый сектор и про нефтегазовый сектор. Все подписчики могут посмотреть их в записи. Эфиры были очень полезными. Мы препарировали все основные компании и разбирались, кого стоит покупать, а кого покупать сейчас опасно. Даже по текущим низким ценам. А в понедельник у нас пройдет уже третий инвестиционный комитет. И мы там будем разбирать застройщиков. Там мы будем разбирать, стоит ли сейчас покупать акции таких компаний, как ПИК, Самолет, ЛСР, ЦИАН. И, собственно, посмотрим, кто из них остается привлекательным. Инвестиционный комитет будет проходить с участием Георгия Оведикова, приглашенного спикера. Георгий человек очень толковый. Плюс там будут участвовать все так же наши профессиональные аналитики из нашей команды. В общем, будет такой максимально полезный, мясной, как мы говорим, эфир, из которого я надеюсь, что вы получите и вынесете ответы на вопросы, которые вас по сектору недвижимости сейчас беспокоят. Это про инвестиции в акции застройщиков и девелоперов. Так что подключайтесь к нам в ИВПлюс. Ссылочка также есть в описании к этому видео. И приходите на эфир. Там можно будет все ваши вопросы также позадавать. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. По привычке, да, как-то уже автоматически это повторяю, хотя есть ли в этом какой-то смысл, ну, не знаю, посмотрим. Поживем, увидим. Приходите к нам на другие ресурсы, ссылочки все есть в описании. И приходите, пожалуйста, к нам в ИВПлюс. Спасибо вам за поддержку, спасибо, что вы с нами, берегите себя, свои деньги. Всем пока, до новых встреч.